У нас сегодня 05-08. Ой, какая сложная сегодня картинка. Я обычно, кто смотрит уже нашу передачу не первый раз, обратили внимание, я никогда не пишу гороскоп заранее. Потому что гороскоп — это не просто набор знаний, это некое творчество. То есть я смотрю на картину, и всё рождается у меня сейчас. В этом есть какой-то свой плюс. Потому что, например, находясь во Владивостоке, видя ту же картинку, будут рождаться другие слова. Во-первых, интересно то, что сейчас мы находимся в точке растущей Луны. Так что в ближайшие тыждень, в ближайшую неделю Луна будет расти. Это благоприятно для всех начинаний. Прежде всего, благоприятно для Дев. Потому что рост Луны начинается именно в знаке Дева. Львы по-прежнему чувствуют себя хорошо. Мало того, я бы сказал, очень хорошо. Потому что им сейчас покровительствует и Сатурн, и Марс. То есть то, что они планировали там, они уже сейчас могут начинать действовать. Девы, как я сказал, никакого отдыха, много работы. Весы. По-прежнему замечательно и хорошо. Ну как замечательно. Весы – это знак уравновешенности. Они постоянно все взвешивают. Вот у них сейчас примерно такая ситуация. Они находятся в своей стихии. Есть немножко негативных аспектов, есть немножко позитивных. Ну вот так спокойненько у них. Разве что где-то в понедельник вам Луна войдет. И вас немножко эмоционально так от этой стороны в сторону пошатает. Но не долго и не сильно. Скорпион. От вас ушел Марс. То есть вы наконец-то стали поспокойнее. С вами уже даже можно общаться. То есть Скорпионы стали уже значительно менее опасны, чем были. В какой-то степени социально адекватные. Стрельцы. Они снова подошли к зоне напряжения. Но опять-таки Стрельцам не привыкать. Но это уже будет не такое серьезное напряжение, как было раньше. Но тем не менее. Козероги. Козерогам только одно удовольствие от перехода вот этих двух планеточек в знак. Дева чуть попозже будет еще лучше. То есть вы сейчас наконец можете заниматься решением финансовых вопросов. Строить какие-то планы. Выстраивать контакты, коммуникации. Водолеи. То, что Марс вышел из Скорпиона. Водолеи могут сделать глубокий выдох. И то, что Меркурий с Венерой вышли из-за Льва еще более. То есть три глубоких выдоха подряд. Потом главное не забудьте вдохнуть. Нет, вдохнуть уже окончательно, когда и солнце туда уйдет. То есть основное напряжение, которое было в этот период, у вас завершилось. Подобная ситуация будет у вас не раньше, чем через год. Ну, рыбам при таком положении планет, ну, не могу им сказать ничего хорошего. Ну, и плохого тоже не могу сказать. А скорее будет... Вот знаете, когда человек сидит, а рыбы склонны. Рыбы и тельцы, они похожи в том плане, что они не любят изменений. Вот у нас вода в аквариуме там вот такая, вот пусть себе такой будет. То есть не надо ничего менять. А добра добра не ищут, как некоторые говорят. Ищут иногда. То есть сейчас у рыбок будет период, когда придется что-то старое терять. И что-то новое. Либо будьте готовы к изменениям и начните сами что-то менять. Либо что-то начнет ломаться, что-то начнет рушиться и придется менять. Овны. Солнце еще не вышло из хорошего положения для них, а Марс уже вошел. То есть... Это одному Овну обещал, что у него скоро будет дорогая машина, да, Николай. Вот я уверен, что уже вот-вот-вот-вот она у него должна быть. Я надеюсь, он меня слышит. Потому что он мне обещал хороший гонорар за это. Ну вот при таком положении у Овна благоприятна покупка машин, благоприятна там действия конкретные какие-то, спортивные соревнования. Сейчас, ну... Все связанное с действием. Сейчас будет благоприятно для Овна. И, соответственно, машины, мотоциклы, там все такое прочее. Дальше. Телец. Ну вот обилие планеток в 9 для Тельцов как раз очень хорошо. Еще пока солнце туда не вошло, обилие-то прекрасно, но пока не будет энергии для того, чтобы, значит, осуществлять. Но вы сейчас как бы выстраиваете платформу, на которую... Готовите машину, в которую потом залез и бензин, и вы поедете. То есть уже начинается хорошая платформа. Хорошее нач... Даже не начинание, а хорошее начало, подготовка к хорошему начинанию. Близнецы. Ну вот переход Меркурия в Деву совсем не будет радовать близнецов. И не будет он их радовать недельки 3. Ну ничего, потом попустят. То есть сейчас у них особо сложно начнется период, когда... Период больших перестановок. Ну ничего страшного, будьте готовы к переменам. То есть у вас сейчас именно период перемен, и... Ну никуда от этого не денешься. И, наконец, рак. Раков могу обрадовать. Переход Марса в Скорпион, из Скорпиона в Стрелец. Очень благоприятный для рожденных под знаком рак. Но благоприятный не в плане, что очень хорошо, а пока он шел по Скорпиону, у раков было много нагрузки, много напряжения, много вот... Хороший, полезный, но много, тем не менее, дел. А переход Марса туда, это будет говорить о том, что им сейчас было время сказать всем до свидания, и поехать куда-то отдохнуть. Мы тоже дякуем вам. Сподеваемся на наступную встречу, и на наступный такой же точный, та гарный астрологичный гороскоп. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok